всем привет приехала с рынка вот так я езжу на рынок в маске поэтому свисток не накрашенный вот как зашла в калитку так решила это видео записать о чем завтра у подружки день рождения 1 апреля и у нас не уже несколько лет традиция мы вместо букета цветов дарим друг другу цветок в горшке причем каждый раз этот цветок разный и вот сегодня я и купила на рынке пиларгонию королевскую вот такой цвет это герань в принципе но мне она очень понравилась красивым зеленым цветом много много отростков и продавец сказала мне что она будет свести круглогодично становится жарко сниму пуховик так ну и короче подошла я женщине спросила сколько стоит и решила купить и она мне начинает быстро рассказывать ой вы знаете если вы хотите чтобы у вас этот цветок цвел круглый год чтобы у вас все было нормально вот вы должны сделать это это и начинает мне по пунктам рассказывать я думаю батюшки я же ни за что не запомню а тем более же мне надо потом еще подружки рассказать как это за ней ухаживать я говорю подождите 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 я сейчас сниму про вас видео и я снимаю видео которое вы сейчас увидите в конце сняла видео там все написано как ухаживать за этим цветком и в конце она говорит вы меня еще снимаете я говорю да она вот так вот сделала кто-то смотрит до конца это увидит и вот я еду обратно на автобусе и как-то вот запало мне это общение в душу и думаю вот все-таки какие-то крымчане вот это особая над нация вот в сибири живут сибиряки там на кубани кубанцы на украине украинцы а в крыму это крымчане это абсолютно отдельная нация здесь намешана и украина и советский союз и татары кстати мне очень нравятся татары они я считаю все очень скромные и они очень хорошо воспитывают своих детей если вот едешь в автобусе парень татарин никогда не сядет даже если автобус будет пустой он будет стоять а если ты зашла в автобус и где-то что-то там он сидит он конечно прямо вскочит девочки ну вот не знаю как то но вот вижу что маленькие девочки в хиджабах ходят ну короче молодцы татары в этом смысле но все молодцы а вообще я считаю что все кто живут в крыму это крымчане это особая порода людей конечно может быть туристы кто отдыхает но и пока со мной не согласится что там и торгаши эти и цены дерут и все но я живу в глубинке в крыма в центре крыма я живу и общаюсь с простыми людьми которые не связаны условно говоря с торговыми делами на юге с туристами не связаны люди все душевные все всегда готовы прийти на помощь и вот я 7 лет живу в крыму и вот как будто я здесь родилась долго меня не было я вернулась и здесь живу мне очень нравится ну вот короче рассказала вам про крымчан показала нашу погоду и последние новости всем привет с кем общаюсь с блогером все понимают кому я это говорю всем большой привет все снимайте видео девчонки пенсионерки присоединяйтесь к нашей группе пенсионеров блогеров давайте от молодежи не отставать итак смотрите мое видео которое я сняла просто для своей подружки чтобы одна поняла как правильно ухаживать за этим цветком пока пока так цветок называется королевская пеларгония королевская пеларгония герань или королевская герань сейчас женщина расскажет как за ней ухаживать говорите громко значит смотрите окошко должно быть с южной стороны на солнечном только не прямые солнечные ночи то есть когда сильная жара лучше опустить поливаем нечасто можно поставить блюдечка сам будет набирать сколько ему захочется не переливаем пусть он лучше будет сухой чем сильно мокрый любит стрижку то есть цветонос когда он отцвел вы его уберете сам цветонос вы его убирать убираете вот отсюда дает новый вот паган и оттуда уже будет сразу цветочек и горшочек должен быть в общем корень должен быть всегда быть в тесноте чтобы он не разрастался потому что если начнет разрастаться корень и будут свистеть цветок ясно цветет цветок круглогодично так еще вы сказали когда со дна покажется корешок когда со дна появится корешок нужно будет посадить в горшок который на два сантиметра шире этого всего лишь не больше мы хотим мы сейчас не будем если вы захотите когда такого же объема понятно да